МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Дендрологические планы городов области поручил создать Ирлан Кушанов. В областном Акимате обсудили предварительные итоги двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству. Более 90 школьников со всей области приняли участие в 19-х Абаевских чтениях. Юри выбирало лучших в четырех номинациях. Спорт без границ. В Караганде стартовала третья спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями на призы Акима Карагандинской области. Планы посадки деревьев в регионе поручил создать Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Документ предназначен для того, чтобы в последующем эффективно и быстро озеленить города и районы. 9 апреля в Карагандинской области стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству. За это время в субботниках приняли участие около 160 тысяч человек. От мусора очищено свыше 17 тысяч гектаров. Ликвидировано свыше 600 несанкционированных свалок. Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. Он отметил, что несмотря на проводимую работу, проблема несанкционированных свалок стоит очень остро. Проводя субботники и убирая территорию внутри населенных пунктов, у нас зачастую образуются несанкционированные свалки за пределами. Здесь хотелось бы отметить, что контроль у нас в этом отношении достаточно упущен и необходимо, вот особенно тем регионам, которые я не озвучил, особенно в них нужно акцентировать внимание на то, куда вывозятся собранные на территории городов мусор. Кроме того, есть у нас регионы, которые достаточно слабо принимают участие в субботниках. К примеру, город Шахтинск, количество принявших участие – 2126, город Тимиртау – 4860 человек приняло участие, в то время как, к примеру, Балхаше, эта численность составляет 18 тысяч, Жасказгани – 14 тысяч, Сатпаеве – 14 тысяч. То есть достаточно крупные города, достаточно пассивно ведут себя в отношении территорий и, соответственно, охват территорий существенно низкий. Это все, что представляется по данным наших регионов. Глава региона Ерлан Кушанов поручил акимам городов и районов следить и одновременно ликвидировать несанкционированные свалки, а сотрудникам полиции активнее привлекать к ответственности тех, кто нарушает нормы благоустройства. «Несанкционированные свалки – вопрос очень актуальный, острый. Вы правильно сказали, у нас системы нет в работе. Я к вам обращаюсь. Я со всех регионов практически получаю фотографии. Ну, сейчас-то соцсети позволяют же ватсапом и мне направляют, отправляют. Вы сейчас назвали по тем регионам, крупные города, что там якобы проблем нет. Проблемы как раз там в первую очередь». Кроме того, на аппаратном совещании обсудили проблему высадки деревьев. Глава региона потребовал высаживать деревья согласно санитарным нормам. По казахстанским СНИПам на одного жителя промышленного города должно приходиться не менее 16 квадратных метров деревьев и кустарников. А по нормам Всемирная организация здравоохранения – и вовсе 40 квадратных метров. «Тысячи деревьев везли в Караганде или две тысячи посадили. Это хорошо или нет? Или там в Тимиртау, или же в Чжесказгане, или в других городах? Какой-то есть у нас расчеты, сколько, планы? Вот мы каждый раз только отчитываемся, цифры у нее называете? У нас есть динамика по сравнению с другими годами по этим же регионам». «Меня другие годы не интересуют. Меня интересует, зеленый будет город Караганда, или Тимиртау, или в Чжесказган-Сатбе, или нет?» Аким поручил разработать дендрологические планы для всех городов области. Пока такой план разработан лишь в Тимиртау. В нем указано, сколько деревьев, когда и где необходимо высадить. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 30-летний житель Балхаша осужден за убийство трехлетнего ребенка своей сожительницы. Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы в исправительном учреждении максимальной безопасности. Дело по факту жестокого убийства трехлетнего ребенка рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Караганды. Согласно материалам дела, в день убийства женщина была на работе и оставила сына и старшую дочь с подсудимым. Воспользовавшись отсутствием матери, подсудимый до смерти избил ребенка. В момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении максимальной безопасности. На 9 миллионов сеньги оштрафован за взятку экс-начальник управления по делам обороны города Жизказган. Военный суд карагандинского гарнизона вынес приговор в отношении подполковника Руслана Шакирханова. Он обвинялся в получении взятки за освобождение призывника от прохождения военной службы. В Караганде было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по делам обороны города Жизказгана, обвиненного в получении взятки. В суде сообщают, что 8 февраля 2018 года Руслан Шакирханов из корыстных побуждений получил в своем служебном кабинете взятку в сумме 150 тысяч тенге за освобождение от прохождения воинской службы по призыву, после чего был задержан сотрудниками антикоррупционной службы. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 60-кратного размера суммы взятки, то есть 9 миллионов тенге. Также суд лишил его воинского звания. Приговор не обжалован и вступил в законную силу. И в продолжение темы. Буквально вчера, 16 мая, сотрудники Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры задержали прокурора отдела прокуратуры района имени Казбекби Караганды Калхабекула Е. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Сотрудник надзорного органа был задержан с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч тенге. Он обещал трем подсудимым наказания, не связанные с реальным лишением свободы. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Продолжаем выпуск. Впервые за долгие годы в аэропорту Балхаша будет капитально отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщил Аким города Александр Аглиуллин в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. Тема пресс-конференции – итоги социально-экономического развития города. Положительные итоги социально-экономического развития Балхаша достигнуты во многом благодаря стабильной работе предприятий корпорации «Казахмыс». Это отметил Аким города Александр Аглиуллин, выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций. Прирост в промышленности составляет 8%. В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в ноябре 2017 года в поселке Саяк на Святском месторождении началась полномасштабная реализация проекта первооснования технологий по измельчению методов и заправов методом выщелачивания. Также в нашем регионе развивается зеленая технология. В текущем году началась реализация проекта по строительству солнечной электростанции в мощности 40 мегаватт испанской компании «Райзер Энерджи» на сумму инвестиций 80 миллионов долларов. Сегодня будут предварительные работы по строительству данной электростанции. Градоначальник заявил, что Балхаш имеет богатый туристко-рекреационный потенциал. Ежегодно его посещают свыше 14 тысяч туристов. Дополнительный импульс в развитии туризма придаст обновленная взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Сама полоса находится в собственности Министерства обороны. Буквально недавно мы встречались с подрядными компаниями, которые был в его тендер на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Кроме того, по словам Акима, значительный вклад в экономику города вносит малый и средний бизнес. На сегодняшний день свыше 13 тысяч человек занято в данной сфере. Ими выпущена продукция и оказана услуг на 14,5 миллиардов тенге. Александр Аглиулин отметил, что в нынешнем году продолжается работа по обеспечению дальнейшего экономического роста Балхаша. Особое внимание уделяется инфраструктурному развитию города. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел областной этап республиканского литературного конкурса. В 19-х абаевских чтениях приняли участие более 90 школьников со всех уголков региона. Жюри выбирало лучших в четырех номинациях. Макан Аружан читает стихотворение собственного сочинения. Ученица девятого класса специализированный школой-интернат для одаренных детей в Нижамбула Жабаева выступает в номинации «Жириктиш-Жирикозар-Жарсканда», предназначенной для юных поэтов. К областному конкурсу школьница готовилась целый год. Аружан воспитывали бабушка с дедушкой, а потому она с детства впитывала рассказы старших о великом поэте Абаю Кнонбайула, а позже и сама начала слагать стихи. С малых лет меня воспитывали мои бабушка с дедушкой. Благодаря воспитанию этих людей я с детства интересовалась творчеством Абаю Кнонбайула. Я читала его рассказы, учила стихи. Для меня участие в этом конкурсе – очень важное событие. К нему я готовилась весь год. Надеюсь занять призовое место. Литературный конкурс носит имя основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика. Абайские чтения проводятся каждый год. Данное мероприятие позволяет приобщить детей к углубленному изучению литературного наследия Абаю Кнонбайула и Шакариму Кудайбирдулу. На традиционном конкурсе собрались школьники, которых объединяет любовь к литературе. В ходе мероприятия они выступали в конкурсах эссе, чтецов, юных дарований, а также исполнители песен и киев Абайи и Шакарима. Председатель жюри профессор Карагандинского государственного университета Жандос Могулов отметил, что карагандинские школьники демонстрируют отличный результат и никогда не возвращаются с республиканского конкурса без призовых мест. Каждый год жюри выбирает тех, кто представляет нашу область на республиканском уровне. Еще ни разу эти школьники не заставили нас усомниться в своем выборе. Хочу отметить, что за этими достижениями стоят педагоги. Они проделывают огромную работу, прививая своим ученикам интерес к литературе, готовя их к подобным конкурсам. Все это окупается в будущем. Мероприятия, подобные абаевским чтениям, обладают культурной, научной и методической значимостью. По итогам конкурса жюри определили лучших каждой номинации. Достойное первое место среди юных поэтов сочли Аружан Макан. Всех участников наградили дипломами и призами. Обладатели гран-при получили путевки на республиканский конкурс, который состоится в сентябре на родине великого поэта. Токжан Лянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде проходит широкомасштабная акция «Безопасность детей на дорогах». В рамках оперативно-профилактического мероприятия водителям вручили информативные брошюры. Осуществлять цели акции сотрудникам дорожной полиции помогали школьники. Республиканская акция «Безопасность детей на дорогах» стартовала 1 мая. В рамках данного оперативно-профилактического мероприятия сотрудники дорожной полиции информируют водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также использования автокресел для перевозки детей. Согласно данным, за 2017 год произошло более 30 ДТП с участием несовершеннолетних. С начала текущего года еще 10. Чтобы свести этот показатель к минимуму, сотрудники дорожной полиции взялись за агитационно-разъяснительную работу. О главной цели акции рассказал старший инспектор местной полицейской службы УВД Караганды Алмаз Жакенов. Профилактика детского дорожного транспортного травматизма в первую очередь, а также это привлечение внимания общественности, пропаганда, использование времени безопасности, использование детских удерживающих устройств, детских сидений, детских крейсов. Также, чтобы обращать внимание, пропаганда ненарушения правил дорожного движения в отношении пешеходов. То есть, проезд пешеходных переходов, при повороте, чтобы уступали дорогу пешеходам и так далее. Хорошими помощниками полицейским в этом деле стали дети. Юные инспекторы раздавали водителям брошюры и напоминали о важности соблюдения правил дорожной безопасности. Участники акции обратились к взрослым с одной просьбой. Уважаемые родители, научите своих детей правилам дорожного движения. Акция «Безопасность детей на дорогах» завершится 31 мая. Напомним, данная акция была организована с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Это наиболее актуально в преддверии летних каникул. Торжиан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Третья областная спартакиада среди спортсменов-инвалидов стартовала в Караганде. Более 200 участников из всех регионов области соревнуются в пяти видах спорта. За призы Акима Карагандинской области борются более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из девяти городов и семи сельских районов области. Всех участников разделили на две группы – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с поражением органов слуха и зрения. Спартакиада проводится в третий раз. Впервые спортсмены-инвалиды соревновались в 2014 году. Затем был перерыв, но в прошлом году принято решение возродить спартакиаду. С каждым годом участников становится все больше, азарт у них увеличивается. Я хочу пожелать нашим выступающим спортивного духа, отличных спортивных результатов, судьям хорошего судейства, непревзятого, а представителям команд и дальше продолжать работать с данной категорией лиц в своих регионах. Своих представителей на соревнованиях выставил и город Металлургов – Тимиртау. Один из них – Виктор Яров. Он признался, что несмотря на развитие инвалидного спорта в его городе, на первые места рассчитывать не приходится. Сказывается нехватка специального инвентаря. В основном первые места занимают карагандинцы, потому что у них спортивные коляски, а у нас, видите, мы все на своих колясках, и в этом очень большой минус. Как бы условия неравные, мы как бы в более невыгодных колясочных условиях находимся. И все же Виктор придерживается настоящего олимпийского принципа. Главное не победа, главное – участие. Соревнования проводятся по легкой атлетике, настольному теннису, тугаску-малаку. В игре в шашки сразятся незрячие и слабовидящие спортсмены. Игроки с нарушением слуха и речи будут соревноваться в мини-футболе. Спартакиада будет проходить два дня. 18 мая станут известны имена победителей. Именно они и станут обладателями призов от Акима Карагандинской области. А в прошлом году победителями Спартакиады стала команда Караганды. На втором месте спортсмены Тимиртау. Третье место заняла саранская команда. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Алан Сау Волонтера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин